Всем доброго времени суток! С вами Полинчик, и я приветствую вас в видео про жизнь девятиклассницы. Сегодня я расскажу вам, каково это быть в девятом классе, что вас ждёт в этом классе, с чем придётся столкнуться и так далее и тому подобное. Ну что ж, давайте начнём. С чем у вас ассоциируется девятый класс? Наверное, со сложностью предметов, кучей домашки, допами и, конечно же, с главным страхом всех девятиклассников ОГЭ. Напишите в комментариях ваши ассоциации. У меня девятый класс начался со знакомства с новыми учителями и с влияния в учебную среду. Ну и, конечно же, с моментами, которые касаются непосредственно самого ОГЭ. Давайте коротко о том, что это вообще такое. ОГЭ – это основной государственный экзамен, который сдают все ученики в конце девятого класса, и по его результатам зависит ваша оценка в аттестате и переход в десятый класс. ОГЭ сдают по четырём предметам, два обязательных – это русский и математика, и два по выбору ученика. Летом мы должны были определиться с предметами по выбору, которые мы будем сдавать, и в середине сентября нам раздали таблицу, куда мы записывали выбранные предметы. Я выбрала биологию и химию, так как собираюсь поступать в медицинский на глазного врача. После этого всё пошло как обычно – самостоятельные работы, входные контрольные и прочая суета. Потом, в конце сентября, нам стали говорить расписание факультативов, которые были на седьмых-восьмых уроках, то есть расписание допов по тем предметам, которые мы собираемся сдавать по выбору. И с первого октября начались те самые допы. Последом у меня седьмым уроком был русский язык и восьмым уроком – химия. Домой в эту среду я пришла в половине пятого вечера и сразу села делать домашку на следующий день. Плюсом, в свободное время я смотрела бесплатные видеоуроки по химии ВК от онлайн-школы Умскул. Отдых у меня, конечно, был. По выходным я гостила у бабушек, читала и смотрела фильмы. И, пожалуй, самый классный фильм, который я посмотрела в октябре первый раз – это «О бедном гусаре. Замолвите слово». Посмотрела и осталась в огромнейшем восторге. Теперь в моем списке любимых фильмов и сериалов появился 154-й любимый фильм. А из книг за месяц и 9 дней я прочитала роман Анна Каренина. И тоже осталась в большом восторге. И вот приближался конец четверти, приближался конец октября и приближались пробные экзамены. К счастью, я сдавала пробники только по обязательным предметам, то есть по русскому и математике. В первый день осенних каникул у меня был пробник по русскому языку, который включает в себя изложение, тестовая часть и сочинение. А во второй был пробник по математике, тоже тестовая часть и развернутая часть с полным решением заданий. Плюс у меня был дополнительный урок по химии, на котором мы разбирали вариант ОГЭ. В оставшиеся дни у меня тоже были допы по русскому и математике. Еще нам сообщили, что в декабре мы будем сдавать пробное устное собеседование, а в феврале уже настоящее. От этого устного собеседования зависит наш допуск к ОГЭ. А еще до марта мы должны будем подготовить проекты по различным предметам и защищать их перед комиссией. И за защиту нашего проекта в аттестате будет написано зачет или не зачет. Я выбрала проект по моему любимому предмету по литературе на тему влияния книг на жизнь человека. Ну вот, в принципе, и все, что касается жизни в девятом классе. Надеюсь, видео получилось интересным. Если это так, то обязательно поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Удачи вам в этом учебном году. Ну а с вами была я, Полинчик. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok